Такой мухина вы больше никогда не увидите. Эти кадры мы сняли 31 марта прошлого года, за сутки до того, как на магистраль зашли рабочие. А это 15 марта 2022, пока улица в гравийном исполнении. В прошлом году на отрезке от Зейской до Пролетарской подрядчики заменили сети тепло, водоснабжения и водоотведения. В этом сезоне обустроят ливневку и оденут проезжую часть в новый наряд. Начнут в середине апреля. Тогда же стартует ремонт Ленина между Театральной и Кузнечной на Калининском круге. Квартал Ленина в центре города начнут преображать после Дня Победы. Во время совещания мэр Олег Амамеев еще раз поручил подрядчикам и специалистам ГУКС максимально точно синхронизировать графики производства работ. Мы, соответственно, при составлении графиков учитываем и те нюансы, которые у нас под землей, то есть инженерные сети. Мы сопоставляем так, чтобы не было накладок, что кто-то кого-то будет делать. То есть это непосредственно со всеми подрядчиками обсуждается. Ну, в таком рабочем режиме, то есть до начала работы, я думаю, всегда согласуем. Проработать и согласовать сетку городских автобусов также поручил мэр конкретнее, по каким маршрутам они пойдут во время работ. На временных схемах, где это будет необходимо, оборудуют временные остановки. Так было на Богдана Хмельницкого, когда ремонтировали Калинина. Схема у нас, я говорю, уже предварительно подготовлена. То есть нам нужно, что, допустим, 20-го числа, ну, вот как по улице Мухина, да, заходим на участок такой. Мы уже понимаем, куда у нас пойдет автобус, информацию даем в СМИ, извещаем население и все. У нас автобусы работают, подрядчики работают. Единственное, что мы просим, это действительно, когда выполняются работы, нам самое важное – перекрестки. То есть, чтобы два рядом стоящих перекрестка не закрывались, то есть, если закрыли один, то, соответственно, второе, чтобы был маневр, как объезжать. Отдельное внимание на совещание уделили культуре, производство работ, ограждения, знаки, информационные щиты. Все должно быть на своих местах и в нормальном состоянии. Кроме того, если большегрузы, особенно во время работы подрядчиков на сетях, увозят на колесах грунт, мэр поручил оперативно чистить проезжую часть. Мы уже не первый год подходим именно к комплексному подходу. И, опять же, я хочу выразить большую благодарность правительству Мурской области, которая выделяет уже не первый год достаточно большое финансирование на замену инженерных сетей. Напоминаю, что большая часть сетей, ее степень износа более 90% составляет. Мы видим по аварийным ситуациям. Именно поэтому, чтобы максимально уменьшать объем изношенных сетей, при этом совмещать их ремонт и замену дорожной одежды, власти объединяют эти два процесса. Соответственно, и времени на преображение одного участка уходит больше, чем если выполнять только один вид работ – сети или полотно. Напомним, помимо Ленина, Мухина и Калининского кольца, в этом году есть еще три основных отрезка дорог, которые уйдут в ремонт. Игнатьевское шоссе от нулевого километра в сторону Дьяченко, Горького – от театральной до Лозо, Красноармейской – от Нагорной до Больничной. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Продолжение следует...